девочки всем привет сегодня у нас 1 сентября и начало нового месяца я решила начать с видео по узорам совместный проект организовала людмила и совместный проект называется заберу в копилочку данные на людмилу и на девочек я оставлю внизу в инфобоксе пожалуйста проходите нас сейчас уже набралось 15 человек девочки дружно вяжут и концу данного совместного проекта будет очень-очень много красивых узоров кому интересно проходите смотрите итак сегодня я хочу вам показать вот такой вот интересный узор я вязала вот сейчас в данный момент вижу футболку с таким вот узором мне он так понравился что я захотела показать его просто вяжется но очень оригинально смотрится как бы я довязываю уже это будет либо спинка либо перед еще не определилась и вот здесь я вывязываю точно такой же узор вот в общем и теперь решила показать подключиться что же также он вяжется сейчас есть кадра лишь не все уберу и покажу вам как он вяжется данный узор у нас состоит из 6 петель рапорте и 10 рядов высоту и так мы вяжем наборный край я вижу самым обычным способом набираю я наберу я 6 петель и 2 кромочные 8 петель 2 3 4 5 6 7 8 много набирать не буду что быстрее показать вяжется очень просто и быстро вот так 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 наверное лучше наберу еще один рапорт потому что там накиды которые нужно как-то своеобразно провязывать еще наберу наверное 6 петелек так 1 2 3 4 5 и 6 так чтобы мне было легче вязать я наверное первый ряд сейчас провяжу за кадром просто лицевыми петлями так нет изнаночными чтобы было лицо с другой стороны чтобы была лицевая платья с другой стороны так сейчас я наверно ну хотя может и не буду отключаться не так долго так сегодня первоклассники идут в школу ты вообще школьники очень нарядные все идут и у нас такая музыка слышно издалека я выходила и было очень слышно мы на будущий год первоклассники поэтому мы нынче еще отдыхаем и так вяжем первый ряд девочки я совсем забыла принести вспомогательную спицу поэтому я буду показывать как я делаю это без вспомогательной спицы кому не удобно можете пользоваться дополнительной спицей схемку я обязательно вставлю чтобы вам было поднять не смотреть итак первая кромочная петля мы ее просто снимаем дальше у нас идет одна петля сзади за работой 2 впереди как я это делаю в общем я снимаю две петельки они как бы впереди у нас туда задняя петля остается у нас одна мы ее снимаем скидываем да со спицы и снова поддеваем на эту же спицу мы их поменяли местами я делаю вот так снова возвращаю вот эти петельки обратно на левую спицу и и теперь все три провязываю лицевой 1 2 и 3 пряжу конечно неудобно выбрала она слоится вот так вот мы поменяли местами дальше у нас идет две петли перед работой 1 за работой как это делаю я одну петельку сзади третью я поддеваю вот она у меня поддета на спицу до 2 вот эти петли первые я просто снимаю со спицы с левой и снова их возвращаю на место и петля получается у нас 3 становится 1 вот и 3 провязываю лицевой 1 2 3 вот такой вот у нас рапорт узора так вот такой вот рапорт узора провяжем еще один раз 1 петля за работой 2 впереди опять ловим третью петлю получается первую петлю она у нас становится 3 возвращаю петли на спицу лицевая 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 и нам теперь нужно оставить две петли перед работой 1 за работой сейчас я подцеплю ее так видите я третью подцепила и меняю местами их теперь две первые стали последними и провязываю три лицевые 1 2 3 кромочную я всегда провязываю изнаночной последнюю еще пока не очень видно что получается но я и вот очень красиво дальше третий ряд мы правят второй ряд вернее он же будет четный у нас мы провязываем просто по рисунку 12 я не буду считать все петли получается у нас изнаночными провязываются так последняя петля и кромочные слушается ниточка дальше у нас идет третий и четвертый ряд мы также вяжем просто по рисунку все лицевые петли здесь сюда у нас идут все лицевые петли кромочная и честно говоря когда я начинала вязать вот на маечке на футболочке данный данный узор мне было так сложно первый рапорт я вязала очень долго я сначала подумала какой же сложный узор когда все связала в итоге получилось очень красиво и подумала нет это очень даже просто так четвертый ряд получается мы также вяжем по рисунку здесь все у нас изнаночные петли идут сегодня у нас солнечная погода очень теплая и не ветра даже нет очень замечательная погода дальше вяжем с вами пятый ряд вяжем его таким образом кромочную мы снимаем первую дальше у нас идет накид накид я всегда делаю вот так из под низу девай поддеваю ниточку дальше у нас идет две лицевые с наклоном влево как я их провязываю одну петлю снимаю лицевая и снятую петлю накидываю на провязанную с наклоном влево дальше 2 лицевые 12 и здесь я меняю местами стеночки петли потому что я вижу бабушкиным способом у меня не перевернуты да и просто 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова накид и вот здесь внимание делаем второй накид согласно узору два накида в 1 да они потом легко провяжутся снова вяжем 1 2 вместе лицевой с наклоном влево провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые переворачиваю я петельки и 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид на крючок и кромочные ой на крючок все накид на спицу и кромочные вот так вот мы провязали итак вяжем мы с вами теперь шестой изнаночный ряд и вяжется он немножечко как бы интересно тогда вяжем накид провязываем изнаночной дальше вяжем по рисунку доходя до 2 накидов дальше покажу как вязать здесь мы также вяжем 1 накид вот 1 накид вяжем его изнаночной остался 2 накида я его перекручиваем делаю пик как бы перекручиваю петлю да и провязываю лицевой получился 1 накид изнаночной и 2 лицевой но в деле будет смотреться очень красиво вы не переживайте вот так вот вяжутся два накида 1 провязываем изнаночной 2 лицевой перекрученная петелька дальше у нас идет все по рисунку и накид также изнаночной кромочная петля и так вяжем седьмой ряд первую кромочную снимаем дальше лицевая петля накид здесь у нас две вместе лицевой с наклоном влево так вот сделали дальше следующие 2 вместе лицевой с на кроп с наклоном вправо меняю местами я стеночки и 2 вместе лицевой вот они до рядом встретились дальше у нас идет накид лицевая дальше снова лицевая убегают у меня руки сегодня лицевая я пытаюсь выглянуть выглянуть из-под телефона чтобы было мне удобнее накид лицевая провязала дальше у нас накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 вместе лицевой с наклоном вправо меняю местами петельки тогда провязали накид лицевая и кромочная изнаночной 8 ряд мы вяжем просто по рисунку сейчас покажу будут смотреть в принципе нечего просто вяжите по рисунку и накиды вяжем изнаночными довязываем ряд до конца 9 ряд 1 кромочная снимаем 2 лицевые дальше вот эти вот две петельки которые встречались у нас до мы теперь вяжем таким образом первая петля остается у нас перед работой вторая за работой как я вижу чтобы не переснимать петельки сначала я переснимала а теперь вижу так сначала провязываю лицевой вторую петлю дальше провязываю лицевой первую петлю и обе петельки в раз снимаю можно конечно я сейчас на втором рапорте покажу как можно просто перекинуто вот так вот я сделала дальше опять 2 лицевые снова 2 лицевые 2 рапорта и вот тут я делаю как первая петля перед работой 2 за работой я сначала делала вот так посмотрю переснимала петельки местами вот пересняла да потом провязывала сейчас я конечно так не делаю быстрее провязать не снимая петельки 2 лицевые и изнаночные 10 ряд он будет у нас последний в этом рапорте кромочную мы просто снимаем и все петельки вяжем по рисунку здесь они у нас будут все изнаночные все изнаночные петельки так ниточка тянется мешает кромочную также изнаночной и смотрим что же у нас получается вот получается такой узор на этом даже цвете лучше видно четко видно получается видеть как бы такие капельки вот она капелька да а здесь будет вторая капелька которую сейчас не видно но она уже вырисовывается вот с этим накидом вот видите как интересно и смотрится в деле красиво очень мне так понравилось так просто кажется да ну так оригинально и не знаю мне очень понравился я первый раз увидел этот узор мне он очень понравился и я взяла себе его на заметку так даже сделаю стоп-кадр потом чтобы сделать фотографию возможно и вновь я посмотрю покажу этот узор на моей футболочке классно он смотрится классно вообще мне нравится очень может быть не очень видно но мне нравится тут конечно пряжа крупнее по толще чем как бы у меня в изделии меня хлопок там идет а здесь акрил просто взяла для образца мне очень нравится девочки забирайте в копилочку кому понравился данный узор пожалуйста пользуйтесь на здоровье вяжите радуйте своих близких родных саму себя потому что вязание это наш отдых это наш релакс все до следующего узора всем спасибо спасибо